Россия вперёд, хоп, хоп, хоп! Ух ты! Остановитесь, не идите туда! Опустите меня! Когда я ещё увижу игру команды? Вы же далее. А кто у нас здесь? Да я тебя обнимаю. Давай, держись, ***! Всем привет, друзья! С вами видеоблог «Всё хоккей!» Мы на матче! Россия, Канада! Разве что-то нужно ещё объяснять! Погнали! Ребята, вы на Канаду сегодня не идёте? Идём, идём. Я хочу попасть на Россию и Канаду. Вы мне должны в этом обязательно помочь. Тут полиция СК, нет? Или просто СК? В Питера приехали. Или вы тут? Я вообще из Ростова. За сколько вы купили, билет? Подарочные билеты, поэтому... Подарок на новый билет. Не подсказывай. Серьёзно? Да, поэтому извини. Это любимый жён. Да? Да. Вот это жёны! Всем у таких жён! Вообще бомба! По чём брал билет? Брал билет. Спасибо родной Ательной станции! Билет чётится! За 7! За 7! За 7! Да. Давай пятнадцать. Нет. Да не, ну что вы. Ну как, чтобы болельщик отдал свой билет, продал. Ну зато можно потом жить нормально. Ну ничего, я потом себе не прочую это. Пятнадцать даю за билет. Да и сколько здесь? А, можно меньше? Можете не идти за нами? Нет, пятнадцать нет. Пописать? Да. А, ну ладно, аккуратно тогда. С два? Нет. Окей, если я тебе палки не приложу. Нет. Ну, может быть, по-тихому-то, без камеры. Чё? Ну, билетик. А дальше? А читаться как? Ты же знаешь, что такое Инстаграм? Да, конечно. Аля прямой эфир там. Хо-хо, Россия! Мы-то знаем. Ну вот. Мы и не готовы. Да иди домой! Форфу попей чай! Форфу попил! Бар есть! Бар здесь можно посмотреть! Нет. Пятьдесят штук! Эмоций не передать мне чай. О-о-о-о-о! Даже сто за сто не продал. Сколько? Даже сто за сто не продал. Да вы что? Нет, нет, нет. Пока что у меня было вот пятьдесят, я предлагал. Нет, даже за сто не продал. Почему? Объясните. Ну, потому что я пришла болеть за Россию! Вы что? Ты был на игре в Росевске? Россия-Канада вообще хоть раз. Я, кстати, не был. И мы не были. Поэтому мы ни за какие деньги не отдадим. Это самая грандиозная штука на свете. Потому что нет ничего величавее. Нет ничего грандиознее. И твою мать! Это все-таки красная машина. Красная машина. Это семидесятые годы, брат. Ты посмотри мою слезу. Твою мать! Моя слеза! Красная машина и гребаные канадцы. Я ненавижу весь гребаный мир. Я ненавижу весь запад. Потому что мы самые великие. Мы самые крутые. По сути, мы сейчас идем на олимпийский финал. Сборная России и сборная Канады. Потому что на 95% команды будут состоять от олимпийской команды. Ну, это да, да. Поэтому мы дома смотрим олимпийский финал. Я люблю сам Россию. Я хочу показать канадцам, кто здесь главный. Десять номер России. Вы же стойкий человек. За что ты прав? За общину. Россия вперед. И мы победим сегодня. Восемьдесят три. Боисетий Горький. Вон бейет Олег снова. Настало время предупреждать президентшую Кинзину. и доказать, что Россия в моем сердце – это не просто широкий слой. Три, два, один, поехали! Как твои ощущения и эмоции в этот момент, когда ты выступал? Классно, мне кажется. Атмосфера получилась той, которая и должна была. Народ поднялся, народ понял, что сегодня будет отличный день, отличный праздник. Атмосфера. Зал еще потихоньку-потихоньку собирался, но в тот момент, когда сборная России по хоккею появилась на льду, именно в определенный момент, как будто так и должно было случиться, когда мы исполняли песню «Марс». Это было как будто спланировано, вот это было эмоцией, очень классно. Казахстан, Канада, это ничего… Ты среди крови тел! Колорадо-Эвенш! Откуда мы? А мы из Казахстана. Так, окей, а почему? Ну, потому что мы любители хоккей у нас в хоккейный город в Каменогорске. Ты сегодня за «Скай» или за «ТСК»? За «ТСК»? За «ТСК»? Я так вижу, это прям уже болельщики хоккея. Я к вам обращаюсь. Здравствуйте! Здравствуйте! Павлы! Павлы! Два Павла! Или вы два брата? Нет, мы два Павла, у нас это семейная традиция. Так. Я еще болела за наших хоккеистов на чемпионате мира в Фраге в 78-м году. Какого? 78-й. Потом наш сын стал фанатом «Буре». Вот, теперь он уехал жить в команду. «Буре» приехал жить в Россию, а мы продолжаем болеть за хоккей. За Россию болеть приехали. Мы приехали за Россию болеть, не волнуйтесь. Часто болельщик хоккея? Или только на сборной ходишь? На сборной ходишь. На сборной ходишь? На сборной ходишь? Потому что за границей идут на сборной ходишь. Серьезно? Откуда? Постали. Так. Я, значит, правильно подошел, да? Я знаю. Но у вас номер четыре написано «Гавриков». Да. И? 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 Вы его жена, девушка? Нет. Подруга. Подруга. Друзья. Друзья мы. А, серьезно? Да. Можете ему передать. Его попой потом. Влад, привет тебе огромный. Люба Андрей, вам большое привет. Спасибо за поддержку. Друзья. А! А! Друзья! А! И? А! Российской Федерации! Ты сам играешь? Ну, я на коньках катаюсь и так себе, если честно. Я тот самый вид спорта, который я люблю смотреть в первую очередь. А играю я в первую очередь в баскутбол и футбол. Как давно увлекся именно хоккеем и что это был до момента? Знаешь, наверное, больше всего внимания начал обращать, когда познакомился с ребятами лично. Когда с Сашей Овечкиным познакомился с Улегом Ильичком. Тогда, наверное, с учетом того, что мы начали общаться, я начал больше переживать за ребят, за парней и за командой. А так, наверное, это тот самый момент. Это какой год примерно? Году три назад. Еще один буденовец. Ну, есть такое дело. Зачем вклад Канады на щеку нанес? Мы же за Тружбу народов. А, да? Конечно, безусловно. Россия готиплинная страна. Вот смысл нашей сегодняшней экипировки, с учетом того, что происходит сейчас вокруг спорта, спор должен объединять людей. Люди должны стремиться к миру. Вот Бурей, он эту миссию очень хорошо, да. Он был, там, героем канадских. Он был героем, он и есть герой, как бы, я считаю, великим спортсменом. И хотелось бы, конечно, чтобы сегодняшняя игра и вообще все дальнейшие игры, они людей подвиняли. Ну, и как хоккей в Италии? Расскажи немножко кратко о нем. Ну, да. У тебя, смотри, там все хоккей. Для приветствия команды и символического празднования на лед приглашается легендарный 95-й номер сборной районы Лео Василия и его сильный спортивный характер. Масилий Булдако! Встречаем, ребята, своего героя! Удачи тебе! Квадри! В НХЛ за Вашингтон, да, и Кузя там играется. Кузя очень хорошо. Здесь, в России, я являюсь футбольным болельщиком футбольного клуба «Локомотив». Исходя из этого, я поддерживаю, наверное, самое главное – это ярославский «Локомотив» в первую очередь. А так, наверное, больше болею за персонал. Ну, нет такого, что нет, за одну какую-то команду. Тебы только за сборную приходили? Нет, я за «СКА» болею. Я и сам, кстати, буду. Серьезно? Да. Ну, почти за половину сборной. Окей. А еще «ССКА» и еще твои игроки вне «ССКА» и «СКА». Это «Локомотив». Не на ту я попал. Меня нервы. Да. Увлекся ее красотой и думал, сейчас она будет моей. Желаю победы нашей сборной. Увлек. 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 это было в треке все и сразу или нет да 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 это было по моему первое как ты их придумал и из чего так вдруг а вот мы писали песни как раз после матча всех звезд то есть там разница 2 а они не едва понял я увидел собственно полинку силы поле никита гусева как он его исполнил но я сама меня натолкнула уже на строчке то есть ты видишь уже придумываешь смотрите замочке скважины кто на здесь да моя девушка ну ты шикарно а снежка значит снежка добавить какая красота здесь делается ну тепло и игоряча окей вопрос такой как ты скажем так сидишь ли ты за хоккеем первый раз могу дождаться и шаги ну что я болею отсюда желаю в нашей стране это победа я патри ворку поэтому болею за Россию дорого стоит кастюмы? ну приемлемо приемлемо, нормально для сборной мне ничего не жалко я сборной везде и всегда в разных снарядах в разных образах везде в Германии на всех чемпионатах мира на губках мира везде за сборку ну успел кого-то казнить это? не успел казнить но очень хочется потому что есть игрок не буду называть его фамилию который меня очень сильно разочаровывает я так на него надеюсь но два матча подряд просто кто это? нет не скажу из наших, да к сожалению а вы пишите в комментариях о ком он да? все хоккей почему решил записать трек который посвящен полностью хоккею? ну я на самом деле писал саундтрек сериалу Чернобыль что там были два зоны отчуждения и там была такая тема что нужно было переделывать советские песни а как ты знаешь песни трусы не играют в хоккей это ну самая главная наверное визитная карточка советского хоккея из тех времен поэтому у нас появилась идея почему бы не переделать именно эту песню мы оттолкнулись от нее от этой идеи а потом уже под это все подзарядили как говорится остальных своих друзей хоккеистов я там кому-то набрал кому-то написал у кого-то что-то спросил ну вот так вот накидали-накидали и получилось то что получилось блин очень круто спасибо Элвану Ливану за такой просто я говорю за внимание которое наделяет хоккею и нашему одному из любимых видов спорта как давно ты следишь и болеешь за хоккей? достаточно давно но наверное помню еще 98-й год на Гана когда мы к сожалению проиграли 0-1 было такое дело да когда наша советская юборная играла ее нельзя было не полюбить ну потому что это были настоящие мужчины песня еще была про хоккей классная что трус не играет в хоккей ну и вот неиспогли мы эту любовь так сказать зачеркнуть так по жизни с ней идем сколько лет уже в хоккее? мы с детства у нас под 40 летним стажем болельщиков 40 лет 40 лет что вам притянуло вот этот вид спорта? как притянуть? трус не играют в хоккей этим все сказано все в хоккей я наверное пожелаю если вы вдруг купили билеты на олимпиаду не сдавать их пожелаю вам если захочется попутешествовать стоит поехать на олимпиаду поддержать наших ребят спеть гимн ну и вот наверное ребята будут даже глазами искать всех нас там на трибунах поэтому давайте соберемся и почувствуем что мы одно большое единое целое которое пытаются раздробить и доказать всему миру потому что мы даже и без флага являемся самой большой и хорошей страной все хоккей я не узнаю вас мы с тобой виделись у нас к динамо примерно полгода год назад не помню вот сколько времени это прошло ну что как хоккей ты пришел? отлично просто но что-то канавцы жмут канавцы жмут но я думаю в третьем периоде вы должны их все-таки взять и дожать ну и как? замечательно игра не очень 0-0 вам не нравится? да надо поднажать все хоккей ну как тебе ажиотаж во-первых атмосфера? очень круто напряженная игра я думаю пора что вот забили сейчас здесь так будет наращивать и до этого везем к победе или как твоему профессиональному взгляду вот игра канавцы не знаю тяжелый матч видно по игре и по счету так вот ровная игра не надо с ним скупать поэтому такая игра получается все хоккей не знаю не знаю не знаю не знаю Ну что, я тебя поздравляю с победой. Спасибо. Ты молодчик. Как игра прошла? Тяжелая. Канаду, да, какой там говорят? Четвертый, пятый состав. Но игра, ты сам сказал, тяжелая была. Почему? Ну, хорошо играла команда, да. Не давала ничего сделать. Где-то сами, может быть, не использовали все моменты. Где-то нервничали, нам было чуть-чуть покоясь. Я думаю, во втором периоде игра поменялась, начали свою игру играть, и в третьем уже дожали, все получилось. Вторая игра и, как бы, опять волнение, да? В связи с чем это связано? Я не знаю. Атмосфера, то, что домашний турнир или что? Или показать себя перед Олимпиадой группой? Да, ну, ты выходишь просто, во-первых, играешь в сборную, да, за страну, как бы, и не думаешь об Олимпиаде в данный момент, да. Просто играешь. Хотел спорадовать болельщиков, надеюсь, им понравилась игра. Канадцы грязные играли, или... Нет, хорошая игра. Это хоккей. Голы помнишь, как забивались? Ты вроде был в мяшеке? Да, да, да. Ну, первый гол хорошо партнеры сыграли, отдали мне пас. Мне стало столько бросить. Попал в свой гол. А там Владислав Гариков, плеймейкер, да, красиво отдал обратно на лодчик. Поздравляю всех болельщиков с победой. Это была просто чумовая игра, где хоккеисты растопили лед на раз-два. Спасибо всем тем, кто поставил лайк этому видео. Жмите на колокольчик и самое главное, рассказывайте об этом видео своим друзьям. Пусть нас станет больше. Поддерживайте сборную вне зависимости от побед и поражений. Россия в моем сердце, друзья. И пусть будет у вас все хоккей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова